Уважаемый президиум, уважаемые делегаты съезда, уважаемые приглашенные! Ассоциация фермеров, крестьянских подборей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Татарстан на протяжении 30 лет своей деятельности стала одним из институтов стабильности и опор в агропромышленном комплексе России и Татарстана. С самого начала фермерское движение Татарстана получило поддержку. Данный курс и по сей день продолжается действующим руководством Республики во главе с президентом Менихановым Густавом Нургалевичем. В 1991 году создано первые 254 фермерских хозяйства с земельной площадью 11,5 тысяч гектаров. Сегодня фермерам более 4 тысяч. За ними закреплено 370 тысяч 400 гектаров земли. Средний земельный надел за 30 лет увеличился с 45 до 100 гектаров. В 2020 году фермеры вместе с крестьянскими подворьями произвели сельхозпродукции на 130 миллиардов рублей. Это 53% от республиканского объема. В том числе КФХ на 25 миллиардов рублей и ЛПХ на 110 миллиардов рублей. По итогам 2020 года ими произведено 1 миллион 300 тысяч тонн зерна, 155 тысяч тонн сахарной свеклы, 135 тысяч тонн картофеля и овощей. В фермерских хозяйствах содержится 104,9 тысяч голов КРС, 10 тысяч голов лошадей, 40 тысяч голов овец и коз и 2,1 миллион голов птиц. По итогам года фермеры показали самый большой индекс производства. Он достиг 10%. Лучшим стимулом развития как новых, так и действующих фермерских хозяйств является наиболее успешные примеры работы ЛПХ, КФХ и СПОК при поддержке государства. Сегодня фермеры работают целыми династиями. Новое поколение фермеров – это грамотные, мобильные и легко обучаемые молодые люди. В то же время они с полностью и с честным глубокого достоинства выполняют миссию сохранения устоев села, его культуры и языка, с честью выполняют социальную нагрузку. Дальнейшее развитие фермерского и кооперативного движения является одной из важнейших задач. Для решения этой задачи используется широкий набор инструментов. Меры государственной поддержки, развитие кооперации, создание комфортных условий жизни для фермеров и их семей. Только в 2020 году 155 крестьянских хозяйств получили гранты по программам «Начинающий фермер», «Агростартап», «СЖФ» на общую сумму 899,3 млн. рублей. Крестьянскими подборьями построено 297 мини-ферм. 15 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили гранты на 478 млн. рублей. Инициативных людей в сельской местности очень много. Это ярко доказывает количество участников программ «Грантовой поддержки», где конкурс составляет по 8-10 человек на один грант. Хорошим стимулом повышения деловой активности сельского населения стали проводимые у нас с 2009 года ежегодные зональные семинары-совещания с участием председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайруловича Мухаммедшина, где подводятся итоги работы крестьянских фермерских хозяйств, крестьянских подборей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Решаются проблемные вопросы и ставятся задачи по повышению эффективности работы данного сектора экономики. 25 января 2021 года в Академии наук Республики Татарстан прошла научно-практическая конференция, посвященная 30-летию фермерского движения Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы, президент Ассоциации христианских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников, почетный президент АКОР Владимир Башмарников, представители научного сообщества России Петриков Александр Васильевич, Узун Василий Якимевич и Татарстана, а также представители законодательной и исполнительной власти РФ и РТ, фермеры, руководители фермерских ассоциаций, кооперативов Татарстана и других регионов. Была принята резолюция с предложением по дальнейшему развитию агроэкономической политики РФ и РТ. В ходе конференции состоялось подписание меморандума о научно-техническом сотрудничестве между Государственным научно-бюджетным учреждением Академии наук Республики Татарстан и Ассоциацией фермеров крестьянских подборей и сельскохозяйственно-потребительских кооперативов Республики Татарстан. Немного остановлюсь на своем хозяйстве. Я Альгуль Ханова, фермер из Тукаевского района Республики Татарстан, потомственный птицевод во втором поколении. Мои родители, Ренат Игульнов Хановы, одни из первых фермеров в Республике, которые в конце 80-х годов начали развивать деятельность по выращиванию и реализации живой птицы, куры, утки, бролеры. Сегодня дело, начатое родителями, продолжает вся семья – три дочери, зитья и внуки. В целях масштабирования деятельности птицеводца и популяризации сельского уклада жизни, направленных на развитие сельских территорий, мы создали сельскохозяйственный потребительский кооператив «Мусабай». Сегодня кооператив объединяет 32 члена. Это фермеры и личные подсобные хозяйства, которые в 2020 году вырастили и реализовали 1 млн 350 тысяч голов птиц. В 2020 году я стала депутатом районного совета и представляю интересы сельхозформирования. Говоря о достижениях совместно с завоеваниями, следует сказать и о тех проблемах, которые имеют место быть. Остановлюсь на основных. Остаются труднодоступными льготные кредиты. Необходимо готовить много документов. Затягиваются сроки. Есть несправедливость коэффициентов по залогам. Отношение к фермеру, который постоянно кредитуется в банке, проверенный и надежный заемщик снова и снова должен предоставлять полный пакет документов. Федеральными властями поддержку МФХ объединили в единую субсидию с 30 направлениями решений, которые отдаются регионам. Но в разных регионах России поддержка фермеров и их инфраструктура рассматривается по-разному, уменьшая сумму софинансирования пропорционально. Также сдерживающим фактором по росту крестьянских фермерских хозяйств остается нерешенность вопросов в земельной сфере. Крестьяне или будущие фермерские хозяйства не могут выделить земельные паи, отданные родителями в аренду агрохолдингом или другим сельхозтоваропроизводителем в начале земельной реформы. Суды нередко принимают решения не в пользу крестьян. Рост тарифов на услуги естественных монополий, которые кратно опережают рост цен на продукцию сельского хозяйства. К сожалению, при оценке мер государственной поддержки не анализируются цифры миграции сельского населения. Шестое. У крестьянских хозяйств возникают вопросы по несвязанной поддержке на 1 гектар. Происходит привязывание данных субсидий к различным требованиям. И последнее. Приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года утратилось силу форма заявления о регистрации КФХ. Это означает, что заявления о регистрации новых КФХ приниматься в ФНС России не будут. В связи с этим возникает вопрос неопределенности в реализации закона о крестьянском фермерском хозяйстве, который представляет гражданам право на создание КФХ, а также других нормативных актов, принятых в отношении фермеров. Данный приказ ФНС мы считаем несвоевременным. Получается, без правового обеспечения и разработки правовых актов десятки тысяч фермеров не могут зарегистрироваться. Проблем мы ожидаем еще больше. Мы чувствуем личную причастность и ответственность за всех, кто рядом. Мотивируем всех и вокруг. Мы создаем продукт, даем рабочие места, продвигаем новые технологии, осваиваем новые знания. По данным из регионов, моих коллег-фермеров, складывается неблагоприятная ситуация по правовым и земельным другим вопросам. Надеюсь, что наши инициативы, предложения, озвученные на съезде, получат поддержку и конструктивное сотрудничество на всех уровнях власти. Заканчивая выступление, хочу отметить, что делегация Татарстана поддерживает выдвижение президента ОКО России Плотникова Владимира Николаевича. Благодарю всех за внимание.